Совсем недавно наш телеканал разбирался с вопросом о том, что же входит в обязанности управляющих компаний и какие результаты их работ можно увидеть на сегодняшний день. В итоге к нам в редакцию активно поступают жалобы от жителей многоквартирных домов, чьи управляющие компании попросту не выполняют свои обязанности. Становится интересно, оплачивая коммунальные платежи, жильцы платят за свет, за газ, за воду, тепло и кучу разных пунктов, и в том числе за содержание дома и придомовой территории. В итоге свет, вода, газ есть, а жить приходится в домах с трещинами с палец, десятками лет не видевших хоть какого-то ремонта подъездах, не имея во дворах не то, что нормальной детской площадки, даже песка для нее. Мы решили посетить несколько адресов, которые находятся максимально далеко от центра, и посмотреть, что же все-таки там творится. Например, Октябрьский 21А. От дворовой дороги одно название. Подъезды этого большого дома в принципе, как и во всем городе, не видели ремонта уже много лет. На Пионерской 21 люди вообще говорят, что свою управляющую компанию в глаза не видели. Прибыв туда, мы обнаружили небольшой дом с очень ухоженной и чистой территорией. И на этом все. Жильцы сами постарались украсить свою территорию. Высадили огромные клумбы, но на подходе к дому можно запросто ноги переломать. Придомовая территория выложена плитами, которые от старости уже почти превратились в песок, образуя огромные ямы, в которые скапливается вода. После дождей зайти в подъезд, минуя воду, практически невозможно. Колодец у подъезда, упав в который, даже взрослый получит существенную травму, что уж говорить о маленьком ребенке. Маленькая, миленькая детская площадка, на которой кроме мизерных футбольных ворот ничего нет. Это все, что нужно нашим детям. Десять дней назад наш телеканал опубликовал материал про двор по Октябрьскому проспекту, дом 9. Там стоит одна единственная детская площадка на шесть домов в более чем плачевном состоянии. Построена она была около 10 лет тому назад, и тогда оказалось, что это одна из самых красивых и функциональных площадок. Управляющая компания «Микрорайон» до сих пор не принимает меры по ликвидации опасных ситуаций, которые могут в ближайшее время привести к плачевным результатам. Уже на сегодняшний день мы видим две качели, которые никак не закреплены, и карусель, который вообще путешествует по всему двору за пределами самой площадки, что в любой момент может закончиться трагично. Вопрос содержания детских площадок, а также их благоустройство становится одним из самых актуальных на сегодняшний день. С каждым годом все большее количество детских площадок приходит в негодность. Однако проводить ремонтно-восстановительные работы и замену игровых конструкций зачастую никто не торопится, и все чаще имеет место быть в случае получения детьми травм различной степени тяжести. За это ли все жители многоквартирных домов платят деньги каждый месяц? Неужели всем на всех наплевать? Мы не раз публиковали материалы о бездействии управляющих компаний, но с течением времени это уже переходит все границы. Хамства, которому подвергаются жители, с каждым годом становится все больше. Эти материалы мы будем направлять в Главное управление по контролю и лицензированию правительства Хабаровского края. Мы крайне убеждены, что управляющие компании в скором будущем перестанут считать деньги, пойдут на встречу с жителем и исполнят свои обязательства в полном объеме.